Всем привет! Мой сегодняшний обзор посвящен моим третьим пустым баночкам. Начну я, пожалуй, обзор с гелем, который мне подарила Аленка при наших двух поменяшках. Гель из Фаберлик, вишневый конфитюр, гель для душа. Кафе красоты. Что хочу сказать, пах он очень вкусно, вишенка, вишневым вареньем. Пенился он не очень, но пену давал, как пену для ван, хорошую. Был он такой красненький тут. Ну, осталось совсем чуть-чуть, буквально. И то уже эта водичка, наверное, я его качала, я не помню. Ну, пользовала его очень с удовольствием. По моему костю он похож на Сенсос от Эйвен. В принципе, буду ли я заниматься Фаберлик когда-нибудь, буду ли я там заказывать дилет для душа, я не знаю. Ну, вот так вот в подарок получить, очень даже интересно попробовать. И очень мне понравился. Даже больше понравился по запаху. А так он, ну, действительно, средний, средний такой пену дает. Вот такой гель. Кстати, вот 200 миллилитров. Так, иди туда. Второй у меня гель был, это из первой нашей соленкой поменяшки. Это грациозный гиацин, гель для душа. Тоже от Фаберлик. И тоже 200 миллилитров. Тут флакончик несколько затемненный, а в том варианте был прозрачный. И я не помню, но кажется гель был все-таки прозрачный. Пах он очень вкусно. Весенними цветочками такими, даже, по-моему, и может быть гиацинтами. Но здесь вообще нарисована, по-моему, это сирень. Наверное, все-таки это сирень. В общем, он пах и сиренькой, и гиацинтом, и чем-то таким очень вкусным. И немножко даже горьковатым. Кожу они оба увлажняли хорошо, но пенились они средненькие. Средняя. Но я его больше использовала как пена для ванн. Вот как пена для ванн. Он такая шикарная, и долго держится эта пена для ванн. В общем, если вдруг кто-то там решит себе брать Фаберлик, и не особо любит большую буйную пену, то советую. Наконец-то у меня закончилось. Я ее, правда, уже помыла, потому что хочу использовать, может быть, под чай, может быть, просто еще под что-нибудь. Это эфрашерский гаммаж для тела. Это у нас Плезир Натур. Эксфолиант для тела. Лесная земляника 200 мл. Очень густой. Я его наносила рукой, а не губкой на кожу. Можно было совсем чуть-чуть, но я всегда забывала, что это он совсем чуть-чуть надо. И довольно много наносила на себя. И он, в принципе, даже давал какую-то пену. Вообще не знаю, как свойственно ли гаммажем. Я ими особо не увлекаюсь. Но тут, может, чуть-чуть еще видно. Будет где-нибудь, возможно, в камеру. Чуть-чуть розового такого осталось. В общем, хорошо скрабировал кожу. Не ранил ее так. Не сильно даже. В общем, я не особо люблю скрабы сильные такие. Но вот он очень хорошо мне был. Его можно было пользоваться где-нибудь там пару раз в неделю. И вот буквально только сейчас я заметила, что на крышке нарисовано, что типа открой меня. И сейчас я пробую это открыть все-таки. Вот сколько он у меня стоял. Он у меня был дома год. Пользовала его где-то несколько месяцев. Месяца четыре. Да, вот только сейчас обнаружила, что тут можно открыть. Увидеть состав. Ну, думаю, состав там ничего не скажет. Тут на инглише или на латинском. Сделано во Франции. Что меня радует. Ну, тогда действительно все еще было сделано во Франции. В общем, он стоил тогда порядка 450 рублей. Я не знаю, сейчас, наверное, снова подорожал. Но если вдруг кто-то решит попробовать, то очень вкусная, аппетитная вещичка. И он, кстати, пак земляничкой. Такой натуральный. Будто вы вареньком намазываетесь. В общем, ну, кажется, я его получила вообще в подарок. Если когда-нибудь снова буду покупать и Фраше, то, возможно, себе такой куплю. И баночка красивая оставляется. И сам по себе он дает эффект. В общем, вот такая вот вещичка у меня была. Снова у меня и Фраше. Это из летней лимитки. Тоже плезир натур. Лимитированная коллекция. Гель гамаз для душа. Яблоко ионид. 200 мл. Очень хорошо скрабирует кожу. Это нежный такой гель-скраб. Можно принимать душ с ним каждый день. В смысле, что каждый день его можно пользоваться. И кожа хорошо. И она кожа нежная и увлажненная. Что-то удивительное. И можно ничем ее больше не увлажнять. Что у нас тут пишут и Фраше. Он у нас, кстати, сделан во Франции. Гель алоэ вера био. Пудра абрикосовых косточек. Семена киви. Сок яблока. Эфирное масло. Они содержатся в парфюмерной композиции. Ну и более 92% компонентов натурального происхождения. Конечно, там всякие химические элементы тоже присутствуют. Но он мне вообще по качеству напомнил эйвановские скрабики из Сенсос. Пока я пробовала, там только еще с цитрусами. Цитрусово свеже стоит у меня еще лагуна. И я заказала в четвертом каталоге. Придет заказ в понедельник. Надеюсь, заберу. И, соответственно, тоже сделаю обзорчик небольшой. Там у меня снова этот цитрус. И, кажется, раскисат или что-то такое. Тоже розовый такой скрабик. В общем, тут совсем чуть-чуть еще осталось его. Он довольно такой жидкий. Я его наносила на губку. Тут даже вот эти косточки видно от киви. Очень аппетитный. И он мне больше напоминал по запаху дешес. Вот такой вот. Он, мне кажется, дался именно в подарок вот этот. Не знаю, возможно, может, я все-таки, если буду в Ярике или еще где-то, где есть фрешевский магазин, я себе такой куплю. В общем, он мне понравился, и я его советую. Так, это у меня тоже. Это то, что не могло вообще Аленке, пойти в поменяшки. Но так как оно было сроком до апреля этого года, то как-то не... Ну, мне показалось, все же это будет как-то не в кондиции отдавать. И тут у меня даже чуть больше осталось. Я, наверное, даже завтра, может, что-то доделаю на себе. Это у нас тоже плезирный атор, тоже гель-гаммаш и лесная земляника. Те же 200 мл. Тут экстракт лесной земляники, семена клубники. Тут все-таки у нас семена клубники. Ну да, они малость отличаются, чем вот здесь по крупности. Так, пудра абрикосовой косточки также. И моющая основа растительного происхождения. Тоже пользовалась им каждый день. Пахнет земляничным вареньем. Очень вкусно и очень хорошо относится к моей коже. Тоже и увлажнял, и хорошо скрабировал. В общем, ну, я советую, если вдруг вы увлекаетесь маркой и фраше, то это очень хороший скрабик, гаммашек. Такой для особой чувствительной кожи даже подойдет. Вот, что у нас тут дальше, это у меня, просто у нее закончился срок годности. Уже вот месяц как закончился, я ее редко пользовалась. Это растительный уход для волос, спрей для объема с мальвой. 200 мл тоже и фраше. Шампунь с мальвой очень хороший, он придает объем. А этот можно было использовать вместо геля для укладки или лака для волос. Он, во-первых, не утяжелял волосы, не как-то там не химичил, не грязнил их. И хорошо, в принципе, держал. И челку можно было завить как-то там, еще что-то, укладку сделать. Вообще, мне нравятся подружки. У меня подружка уже второй тюбик, наверное, удела. Вот, Женечка, привет, если ты меня смотришь. И его довольно надолго хватает, он очень экономичный. Вот у меня еще осталось, и то, что я даже Женьке, кажется, отливала из этого пузыречка. Тут 200 мл, и в открытом виде его можно хранить 12 месяцев. Ну, конечно, он стоит у меня больше, чем 12 месяцев, ему ничего не стало. Мне кажется, что его, в принципе, может еще и можно пользоваться. У него срок буквально в январе закончился. Но я не знаю, я им пользуюсь редко. То ли выкидывать, то ли пока оставить. Пока он там чем-нибудь жутким не звонит. Ну, сейчас, может, узнаю, чем он там. Не, вот как пахмаливай, так он и остался. Возможно, я его все-таки еще оставлю и чуть-чуть запользую. Так, ну, это не совсем косметика, но я такой пользуюсь. Это пустая все-таки баночка. Сегодня она у меня закончилась. Это перекись водорода. Люди уши чистят палочками ватными, а я уже несколько лет капаю уши. Ну, прям как бабушка, можно сказать. Потому что был у меня такой момент, когда я к врачу ухо-горло-носу сходила два раза за полгода за промыванием ушей, из-за того, что почистила неудачно. И он мне сказал, что как так, поругался на меня. Говорит, лучше, запускай туда перекись водорода. И тут удобная такая, кстати, леечка. И тоже вот какая-нибудь там ранка, порез. Можно покапать, пошипит. И будет вам счастья. Ничего там, все дезинфицируется. Ну, продается в аптеке. Стоит там рублей 15-20-30 уже может быть. Если вот вам где-то там по медицине или вашу коробочку с плюсиком красненьким понадобится такая вот перекись, то я советую с таким вот именно кончиком брать, с леечкой. Удобно очень пользоваться. Так. Это у меня зубная паста. Тут еще на самом деле осталось еще на пару раз, возможно. Тот самый случай, когда зубная паста совсем горошинку, и вот она хорошо так это очищает зубки. Ну, это привет Аньке из Владивостока. Спасибо тебе за эту чудесную пасту. Это корейская паста. 30 грамм тут. Или даже японская, я точно не помню. Лайн называется. Авантэш. Ну и тут три таких пунтика. Что-то она там делает. Анька уверяла, что она отбеливает зубы. Но у меня зубы, если вы меня периодически смотрите, или так хотя бы там видели тоже стебное видео в оранжевом халатике по поводу зубов, зубы у меня специфические. Фиг знает, как на них что влияет. Кстати, она вот такая вот. Сейчас попробую выдавить. Ну, обычная белая паста. Пахнет мятой и даже похоже по лапаху на зубной порошок мятный. И там попадаются такие немножко как бы гранулки. Вот просто даже на зубах, на щетке ощущаются. Ну, в общем, вот такая. Она мне понравилась. Я не знаю вообще, сколько она стоит. Но как эксперимента ради. Вообще прикольная. Там вот я ее заюзаю еще сегодня. Может, еще даже на завтра хватит. Так. Это у меня массажное масло. Ароматическое от Мирола. 150 мл. Я его покупала в фикс прайсе. По-моему, тогда по 47 рублей. В общем, тут календула ромашкой чайной девы. На самом деле, Польша пахнет ромашкой. Очень пахнет сильно ромашкой. Но еще немножко такое масляное. Случилось у меня с ним небольшое несчастье. Доставала с полки пирожок. На самом деле, доставала с полки подарок до своей племяшки. Который день рождения был 16 января. Я там 2 года стукнула. Ну, и случайно задела эту бутылочку. Она, конечно, была закрыта. Но почему-то крышечка отвалилась. И там пролилось достаточно много на ковер. Конечно, пятно у меня отчистилось. Но как-то вот оно не сложилось у меня с ним. Тут совсем еще чуть-чуть осталось. Я его пользовала. Оно вообще массажное. Это можно... Что-то написано. Изготовлено из тщательно отобранных природного растительного материала. Очищенное от примесей. Не вызывающие аллергии. На самом деле, тут в составе много что. Не только масло. Конечно, и масло есть. Но тут какой-то... В общем, какой-то химический элемент. Плюс парфюм. Не знаю, к чему тут парфюм. Если вот все эти эфирные масла натуральные. Они как-то смешиваются. Они сами дают... Не хороший такой аромат. Срок годности был бы 3 года. И пользовался оно у меня чуть раньше. Тут еще витамин Е. И можно было его пользовать как... Массажное или в качестве увлажнения кожи. Кстати, в качестве увлажнения кожи оно не очень хорошо впитывалось. Я его просто добавляла потом в тазик для ног. Вот у меня там в моей этой импровизированной травной группе ВКонтакте. Где, кстати, ссылка на канале есть на нее. Там вот ванночка такая есть с молоком делала. И вот с этим маслом, в принципе, в составе. Вот как добавление в ванночку для ног. Оно очень хорошо действует. Многие кожи ног действительно увлажнены. Этих пяточки мягкие такие. А так, как именно массажное масло. В общем, ни о чем. Вот такая бутылочка. В принципе, по цене, я считаю, нормально. Даже сейчас вот сколько там фикс. Фикс у нас стоит 50, наверное, уже. В принципе, нормально. 50 рублей за 150 миллилитров. И вообще мне масло Мирола нравится. И потом, вот, наверное, все-таки обзор. У меня как-нибудь про эфирные масла и косметические, как у меня тоже, наверное, 2 или 3 человека просила сделать. И в этом обзоре будут несколько масел от Мирола. Вот такая вот баночка. Так, это у нас та самая маска для волос. Планеты СПА, которая в каком-то заказе в Ивановском каталоге можно было делать за 10 рублей набором. Маску для лица я еще не пробовала. А эту я уже на мне закончилась. Довольно удобная баночка. Я не помню, да, вот здесь была вот такая пленочка. Тут еще совсем чуть-чуть осталось. Она довольно густая. И ее надолго хватает. Берется совсем чуть-чуть. И я ее пользовала и как маску, и как бальзам для волос. И 2 и 3 раза в неделю. И волосы. Я вообще боялась, что она вроде как увлажняющая, а у меня волосы жирные. И что будет вроде, наверное, какой-нибудь плохой эффект. Там на жирных волосах они будут грязниться. Но ничего подобного. Они были мягкие, пушистые, не электричили. В общем, русская баня с оттратами сибирской сосны и эвкалипта. Это ухаживающая маска для волос 200 миллилитров. Очень хорошая, экономичная маска. Если я вдруг решу покупать себе маску, то я ее, наверное, тоже куплю. Уже не за 10, конечно, рублей, а по той цене, которая будет в каталоге. Ну и я вам, соответственно, тоже ее советую. Очень хорошая маска. Она мне очень понравилась. Так, это у меня закончились те... Я уже наклеечку с них содрала. Потому что мне кажется, вообще все эти тюбики, такие вот лакончики, делаются под один и фрешевский, а потом уже клеится наклеечка. Несколько нот любви или еще что-нибудь, или еще что-нибудь. Это у нас был эликсир, который я, кажется, тогда с Аленкой покупала после пшика, который мне очень понравился. Эликсир, какая-то там чувственность, я точно не помню. Ну, в общем, последняя вариация эликсира и фреше. И, кстати, еще чуть-чуть пахнет от флакончика. Хотя там, ну, буквально, не знаю, может, на пару пшиков, но они не достаются, эти пшики совершенно. Прыск-прыск, ничего не получается. Как это все открывать и вскрывать, я не знаю. Ну, в общем, приняли они благополучно Ислам. Они мне очень нравились. Сейчас у меня 30 мл вариант, но я их периодически пользую. Между приемами Эйвановской примы, так сказать. Хорошие духи и действительно стойкие, кстати. Но секрет десанс у них, что парфюмерная вода, что туалетная вода, очень стойкая вы фреши. Так, это масло от Эйван. 150 мл. Мультифункциональное масло для тела. Средниковой водой вулкана Исландии. Вообще, я почитала в интернете двоякие отзывы, что можно было его использовать как масло для ванны. Использовала я его один раз как масло для ванны. Может быть, два, я уж точно не помню. Ну, два или три колпачка я выливала. И что могу сказать? Кожа, конечно, увлажненная. Все такое хорошее. Лишь в ванной расслабляешься. Я, правда, в ванну принимаю обычно пена для ванн, соль для ванн. Ну, и тут масло получается, да? Или вместо пены использую мыльные лепестки розовые. Роз. Или там еще каких-нибудь, что они там из себя представляют. Но солью-то чаще всего. И вот такое вот оно пахнуло. Оно каким-то мужским парфюмом. Оно, мне кажется, напоминает, может быть, как в одном отзыве в интернете было сказано, возможно, так пахнет вулканной Исландии. Возможно, действительно так пахнут вулканной Исландии. В общем, как масло для тела, я его не пробовала. Оно не использовала, ибо на руку выливаешь, и оно было несколько такое жутковато, видать, за счет воды. Редниковой в составе. Как масло для ванны. После принятия ванны надо было обязательно помыться подушиком с геликом. Потому что масляная пленка все-таки оставалась. Хотя даже после геля кожа была увлажненная. В результате я его потом использовала. Просто лила колпачок-два в тазик, и делала себе ванночки для ног. Вот для ног оно очень хорошо шло. Так же, как вот это вот. Какое у нас тут ароматическое массажное масло. Но я, наверное, больше вот такое масло покупать не буду. Потому что что-то я не поняла его смысл на самом деле. Может, кому-то оно нравится. Ну, не хочу сказать, что оно там супер плохое какое-то. Но чисто для меня оно не для меня. Не поняла его смысла. Так, сейчас будут мои восторги. Я специально все-таки доделала сегодня этот гель. И в пену я его кидала, и в пену для ног. Тут даже совсем еще чуть-чуть у нас осталось. Я, наверное, даже... Ну, тоже, может, его доделаю хотя бы сегодня в тазик залью. Потому что что тут осталось, надо как-то это залить. Это у нас AVEN NATURALS гель для тела. Бодрящий зеленый чай вербена. Гель для душа, освежающий с витаминами. 200 мл. Как я давно его хотела заказать. Ну, у меня все душила жапа. Мне все казалось, что я его куплю. А он будет не мылкий. Будет как сенсус. Или будет вообще непонятно что. И когда купила, я не разочаровалась. Во-первых, очень вкусно пахнет. Мой любимый. У меня вообще много всяких разных таких ароматов. Которые мне нравятся. И сладкие, и остренькие, и горькие. В общем, тут именно зеленый чай вербена. Он похож по запаху и на кейнскую воду, и фраше зеленый чай. И на ту же самую вербену. Очень классный. Мылица шикарная. В общем, пена такая шикарная. В тазик для ног я его добавляла. Тоже пена очень хорошая была. В ванну, кажется, я его еще не успела добавить. Но думаю, потом себе такой закажу. У меня еще из этой серии остался с пионом. А третьей гильдии я буквально сегодня снесла в библиотеку. Там у меня женщина одна. Ну, вроде как заказ такой был. Хотела она заказать по каталогу. Но раз оно у меня было в наличии, то почему бы и нет. И вот то, что было пионы и кто-то там еще. Уже не помню. Вот этот пион и кто-то там еще. Оно ушло как раз в библиотеку. В общем, у меня восторг. Я поняла, что я нашла в Вейване для себя гели для душа. Это именно Нейчерлс. Конечно, дороговато. Там сколько оно? 200 миллилитров получается. 200 рублей, если без скидки. Сейчас он вроде идет по 135 в четвертом каталоге. Но он всегда где-то так идет. И тут я покупала три в наборе. Получилось по 229. Пробуждает гель. Пришла такая уставшая, вся замызганная, замерзла. Люди заколебали. Особенно после этого у нас была сказка. Последняя новогодняя. Ну, Новый год-то у всех понятие растяжимое. И мы выступали как раз в этом доме престарелых наших. В 15 января. И вот я прихожу такая полуживая. Потом под геликом с душиком. Вот этим геликом и силы появляются. И жить хочется. В общем, я советую вам всем серию. Вот эту линейку Эйвановских гелей Нейчерлс. Хороший, шикарный гель. Так, и последняя моя баночка пустая. Это у меня Эйвановская. Пена для ванны. Нежные лепестки розы. 500 миллилитров для чувствительной кожи. В общем, она была такая беленькая, кремовая. Тут, не знаю, может что-то у меня уже вода, наверное, осталась. Какая-то я ее качивала. Я ее использовала и как пену для ванны. Шикарная пена. Я, конечно, использовала и два колпачка, и три, и четыре. И потом даже вылила ее полностью. Где-то половинку. Вот был у меня такой маразм. Называю это эффект траты денег, когда хочется что-то такого. Не знаешь чего. И даже не всегда есть деньги. Или, наоборот, есть, но не знаешь, что хочешь. И я могу закинуть килограмм соли в ванну, пол-литра какой-нибудь пены, там еще что-нибудь. И вот там сидеть и лежать, точнее расслабляться. В общем, пена хорошая. Единственное, она быстро все-таки растворяется. Быстрее, чем даже вот эти гели, которые я использовала, не совсем по назначению, эти фаберликовские. В смысле, как пена для ванн. Нежная очень. Кожа после нее нежная, увлажненная. Ничем ее не надо увлажнять. И даже можно, в принципе, не принимать душ. Просто вы лазите, полотенечко завертываетесь, вытираетесь, и вам счастье в вашей коже. Аромат очень нежный. Действительно, такие какие-то лепестки роз, не совсем вроде и роз, но что-то такое нежное и вкусное. Она мне очень понравилась, и я, возможно, такую еще закажу. И вообще, мне нравятся пены для ванн. Вот именно в таких упаковочках, Эйвановских, сколько я помню, заказывала я когда-то через других подружек, так еще кого-то через библиотекарши. Вот Эйвановские пены, они мне очень-очень нравились. Я вам советую. Вот мне кто-то из подписчиков писал, что там проблемы были с, так сказать, сообщением с пенами Эйван, там, снеговичок или что-то такое. Ну, какие-то я тоже бы его не взяла, не купила. Но вот это очень хорошее. Она мне даже кажется по качеству, как детские эти продукты. В общем, вот такой вот обзор. Если вам он был хоть чем-то интересен, полезен, то я буду рада. Ну и до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok